Блогеры, звёзды, они скрывают от своих поклонников настоящую правду. И Ксения Шевченко приготовила горячие расследования. Самые вкусные подробности в еженедельном шоу Тинз Ньюз. Привет всем, кто любит тайное всё, что скрыто в эфире Тинз Ньюз. Меня зовут Ксения Шевченко, и я раскрою главные события из мира музыки и шоу-бизнеса. Следите за каждую секунду эфира, иначе рискуете упустить важную деталь хода событий. Тинз Ньюз. Ида Галич дала откровенное интервью и рассказала шокирующие подробности. Оказывается, улыбчивая и милая Ида Галич имеет много секретов. И совсем недавно она раскрыла тайну. У молодой мамы была бурная молодость. Однажды она подралась с девушкой, которая танцевала в клубе Гоу-Гоу. А ещё она рассказала, почему опасно ходить в ночные клубы. Оказывается, там много людей, которые хотят отравить молодых девушек. Этими историями Ида Галич призывает всех быть аккуратными и следить за своим окружением. Предприниматель, предприниматель. Ты можешь красиво подорассказать мне о том, что всё будет у нас замечательно. Только я устала ждать. Даня Милохин решил заняться сольным творчеством. Конечно, Даня давно уже стал суперпопулярной личностью, которую в шоу-бизнесе известен как не только блогер, но и как музыкальный артист. Он выпускает хит за хитом, и они тут же становятся вирусными в сети. А клипа набирает миллионы просмотров. Но теперь звезда ТикТока готовит к выходу дебютную пластинку. Сейчас музыкант работает над своей первой пластинкой, название которой пока скрывает. В Инстаграм набирает популярность аккаунт, в котором рассказывают о случайных встречах со звездами. В популярной социальной сети появился новый профи с английским названием. Если его перевести на русский, то получится как знаменитости, которых случайно подслушали. Аккаунт с каждым днём становится всё популярнее. На него подписано уже более 300 тысяч человек. Суть его проста. В нём выкладывают истории обычных людей, которые рассказывают о своих случайных встречах со звездами. Некоторые люди, которые не растерялись во время встречи со звездами, и сделали памятный кадр. Делятся в качестве доказательства фотографиями со знаменитостями. Много комправата и смешных моментов. Быстро разлетается по интернету. На этом блогере выросло целое поколение. Его забавные и интересные видео собирали по 25 миллионов просмотров. Он был самым знаменитым и самым богатым блогером. Все подростки ждали его новые видео, которые уже через час после выпуска набирали огромное количество просмотров. Он любит смеяться и шутить. Искренний и добрый парень делает разные челленджи и рассказывает про свою жизнь. Наверняка вы уже поняли, про кого я говорю. Конечно же, это Иван Гай, украинский видеоблогер и музыкант. Но вот только вопрос, куда же он пропал? Что с ним случилось? И действительно ли всё было так, как он показывал в своём блоге? Я начинаю своё расследование, и совсем скоро вы всё узнаете. ТИНС НЮС Начну сразу с главного. Вы можете сколько угодно говорить, что не согласны со мной или у кого есть другое мнение. Но я всегда уверена, что не всё так просто, как кажется. Кстати, о том, что вы думаете насчёт моего расследования, вы всегда можете написать под этим самым видео на нашем Ютуб-канале Жара ТВ. Итак, Иван Гай продолжает делать вид, что сейчас у него всё отлично, но на самом деле он скатился. И дело не только в количестве просмотров, но и во всём остальном. И прямо сейчас я вам это докажу. Вот моя карта событий, по которым я легко расскажу вам, как он придумал свой блог, пришёл к популярности и куда он потом пропал. И зачем решил вернуться. ТИНС НЮС Все уже заметили, что Иван Гай творит кучу странных вещей. Когда-то он был богом русскоязычного Ютуба, а сейчас у него собирается только один миллион просмотров за неделю. И понятно, что дело совсем не в просмотрах, ведь настоящая проблема в контенте. Даже старые поклонники блогера стали отписываться от него, а новые подписчики, которые пришли из ТикТока, задерживаются на его странице не дольше недели. А в чём же причина отписки? Во-первых, он стал делать слишком много рекламы. Серьёзно. Вместо того, чтобы создавать видео, как в старые добрые времена, Иван Гай просто записывает рекламные ролики и выкладывает на свой канал. На что он рассчитывает? Ведь очевидно, что старые поклонники не оценят такое поведение. К тому же блогер создал аккаунт в ТикТоке и сделал профиль полностью рекламный. А ещё он выпрашивает деньги во время эфиров у своих зрителей и называет себя самым талантливым и умным человеком 21-го столетия. Если вы ещё не верите, что тот самый Иван Гай превратился в такого человека, то продолжайте смотреть моё расследование. Итак, обо всём по порядку. Начнём с маленькой биографии. В 2014 и 2016 году Иван Гай был на пике популярности. В своё время он создал целый культ вокруг себя. Его обожали. И кучу детей мечтали быть на него похожи и жить, как он. Потом он куда-то пропал, уехал в другую страну. Причиной была усталость от блога. И к тому же он очень много заработал денег. И хотел просто пожить в своё удовольствие. Так он пропал больше, чем на год. А когда вернулся на свою страницу, то выложил собственную песню, которую послушали почти 30 миллионов человек. Потом пришло ещё какое-то время, и он выложил новогодний микс. Такое странное поведение продолжалось до тех пор, пока, видимо, не стали заканчиваться его накопленные деньги. Потом Иван Гай вдруг стал выкладывать по 2-3 очень странных видео в месяц, где вытворял непонятные вещи. Как будто он пытался делать так же, как раньше, но уже нет. Не получалось. Почему же у такого талантливого блогера вдруг перестало всё получаться? Да потому что нельзя делать контент для детей, а потом пропадать на несколько лет и появляться со странным поведением. Во-первых, и подписчики уже подросли. А второе, понятное дело, что Иван Гай рассматривает YouTube только как источник дохода, но есть же рамка приличия. Он стал выкладывать некачественные ролики, постоянно рекламировать свою игру, а ещё некрасиво себя вести. И самое главное, его контент глючил и имел сбои. А этого просто не должно быть на канале такого уровня. А ещё это показывает, что Иван Гай всё равно на свою аудиторию, и он её не уважает. Хочется добавить, что Ваня становится представителем той самой армии, лампового YouTube, когда на платформе было не больше 10 популярных блогеров в 2015 году. Эти люди имели всё, и сейчас они с лёгкостью могли быть на пике карьеры. Но они все поймали звёздную болезнь, стали отказываться от рекламных контрактов и забросили свои каналы. А потом, когда пришли назад, то вдруг поняли, что никому больше не нужны. Потому что за время их отсутствия появились новые блогеры, которые готовы каждую неделю поддерживать блог и работать. Ещё совсем непонятно, зачем Иван Гай, который имеет молодую аудиторию, завёл твиттер и постит странные политические цитаты. На кого это рассчитано? По-моему, люди подписывались совсем на другого Иван Гая. И такое ощущение, что его просто подменили. Но недавно вышло огромное интервью с Ваней, из которого можно понять, что оказывается, он очень много занимается саморазвитием. И просто нам не понять его скорость развития. Якобы он много учился на музыканта. И ещё решил заняться созданием эго. А потом он стал экспериментировать с творчеством. И вот таким образом и появились на свет его личные проекты, как игры и музыкальные треки. Он подаёт это всё под очень серьёзным соусом. Но если несколько раз переслушать его музыку, то начинает появляться вопрос. Во-первых, оказывается, что все треки, которые он написал, создавались под впечатлением от европейских хитов. Но на вопросы, неужели это Благиат, Ваня с лёгкостью отвечает, что нет. А знаете почему? Потому что он иначе распределил ноты и технически сдвинул бит и прочие моменты, которые, если закинуть в программу на Благиат, покажут, что трек оригинальный. И получается, что музыка, которая кажется точь-в-точь похожей на знаменитые песни, на самом деле является оригинальным творчеством. И в целом никак не докажешь, что Ваня что-то своровал. Но на этом ещё не всё. Ваня пишет видеоигры. И да, они пиксельного качества. И на самом деле, к сценарию и идеям есть вопросы. Но самое главное, что даже игра, которую он так много рекламировал на своей странице, тоже оказалась Благиатом. И это можно назвать творчеством. Ваня говорит, что он совмещает творчество вместе с технической отработкой новых навыков. Поэтому и берёт идеи у других людей. Но только зачем он тогда продаёт это своей аудитории? Выпускал бы без всяких платформ и донатов. Но нет. Он искренне ворует и продаёт некачественный контент и игры. В ближайших планах у него создать целую команду, которая будет за деньги разрабатывать сайты, а ещё, наверное, игры и уж точно музыкальную карьеру Ваня тоже не забросит. Представляю, какие уникальные предложения будут получать его клиенты. Тинс Ньюс. Но почему Ивангай продолжает снимать неинтересные видео? Зачем он вернулся и чего хочет добиться? Я считаю, что Ваня уже достаточно отдохнул. И действительно, снова хочет быть крутым, как раньше. А ещё наверняка он не распределил свои запасы и уже большую часть потратил. Поэтому он решил, что сейчас быстренько заработает на своём заброшенном блоге, а потом эти деньги направит на развитие своего нового бизнеса. Двести как? Только есть одно большое но. Так всё не делается. Ваня, если ты правда хочешь снова стать популярным, то пора взяться за свой канал как за бизнес. Хватит верить в чудо и думать, что всем нравится смотреть некачественный контент два-три раза в месяц. Начни что-то придумывать, выкладывай часто видео и будь более уважительным к своей аудитории. И тогда ты удивишься, но тебя снова все полюбят. Потому что ты же тот самый первый блогер с бриллиантовой кнопкой. Тебя помнят и верят в тебя. Но мир меняется, и нельзя ездить на том, что работало пять лет назад. Желаю удачи! Тинс Ньюс Это были все тайны и события из мира музыки и шоу-бизнеса. Кстати, о том, что вы думаете насчёт моего расследования, вы всегда можете написать под этим самым видео на нашем ютуб-канале Жарая ТВ. С вами была Ксения Шевченко. Увидимся на следующей неделе. До встречи! Блогеры, звёзды. Они скрывают от своих поклонников настоящую правду. И Ксения Шевченко приготовила горячие расследования. Самые вкусные подробности в еженедельном шоу Тинс Ньюс.